Омский театр МОД образ показал новой коллекции, но сделал это не в привычном стиле, а в формате перформанса. Причем на большой сцене, в театре кукол Орликин. Представление назвали «Путь», и это не спектакль, в нем нет сюжетной линии, нет героев и даже почти нет декораций. Что хотели сказать авторы, а в данном случае вернее сказать, как они хотели это сделать, попыталась понять Елизавета Василевич. Здесь нет профессиональных актеров, участников театра, образ, модели. Поэтому и разговор со зрителями происходит на языке тела, жестами и движениями. Все образы объединяет тема путешествия. Допустим, дорога. Что подразумевает для каждого человека дорога? Для кого-то это просто путешествие от дома до работы, для кого-то это глобальное перемещение из одного города. А может быть даже в страну. А для кого-то это может быть просто, не знаю, переход в общем. Не как физическое какое-то целое, а психологическое состояние. Авторы перформанса ассоциируют жизнь человека с дорогой. Она бывает легкой и тяжелой, по ней можно идти в одиночку или с компанией. Пробуждать ассоциации у зрителей должны специальные атрибуты. Лента, как аллегория скованности и напряженности будничной жизни. Или чемодан. Он символизирует знания и опыт. Никаких декораций, только футуристические костюмы. Это единственный в России модный перформанс. И каждое выступление не похоже на прошлое. Модели импровизируют, передавая свое настроение. Они играют с одной стороны себя, потому что это их эмоции, как они их передают. А с другой стороны, конечно, они примеряют какие-то маски, которые... Не маски нет. Какие-то, наверное, все-таки роли и образы, которые им дают костюм, одежда, музыка, сценография. Костюмы героев – работа омских дизайнеров. Как говорят сами руководители театра, образ, перформанс, путь – это еще и подготовка к неделе моды, которая пройдет в июне. Елизавета Васильевич, Александр Лысак. Новости здесь, Омск.